Здравствуйте, друзья! Ну, мы продолжим. Это второе вступление в курс Гешер. Как я говорил уже в первом вступлении, это будет наш путеводитель в этом путешествии, скажем так. Я напомню, что мы учили в прошлом, в первом вступлении. Мы говорили о том, что, ну, в принципе, этот мост, он мост между нашими душевными силами и их проявлением в этом мире. Также мы говорили то, что одно из интерпретаций первых двух слов в Торе «порошит бара» «бара» — это как бриют, это здоровье. О каком здоровье идет речь? О здоровье и физическом, и, конечно же, о душевном, духовном здоровье. Потом мы говорили о том, что есть, что является здоровьем. Что это такое здоровье? И это вопросы, они, конечно, совершенно неоднозначные. Но мы предлагаем тут одну из интерпретаций, что здоровье настоящее, и что является вот тем хорошим в творении — это возможность обновления. Вы знаете, может быть, то, что тело человека, все клетки меняются за семь лет, мы видим это в природе, постоянное обновление сезонов и так далее. И, конечно же, в психике человека тоже нам нужно обновление. Если что-то, кто-то, у него какие-то есть мысли или у нее о прошлом, что-то так, не так, почему и зачем, нужно было сделать что-то по-другому, но это, как видно, надо обновиться, потому что это очень сильно тянет энергию человека и тянет человека в прошлое, а не в будущее. И, как видно, лучше эти силы душевные использовать в другом направлении. Также мы говорили о том, что вот это вот обновление, оно связано с искусством жизни. И, как видно, вопрос, как это сделать, как перепрыгнуть из какого-то состояния стагнации в состояние прыжка, не застревая в каком-то промежуточном этапе выживания, скажем так. Ну, а вопрос, что это такое. И есть предложение вот такое, то, что Всевышний сказал, то, что наш мир, он тогнул, он очень хороший. И это как будто бы у нас, не как будто бы, это по факту у нас аксиома. Если мы так не чувствуем, что мир является, наш мир является очень хорошим, ну, как минимум, надо задуматься, почему в нашей жизни не присутствует или нету такой доминантности этого хорошего, если нету. А если есть вопрос, как сделать это еще лучше. Ну, давайте поговорим об искусстве сейчас. Задумались ли вы когда-нибудь, что это такое искусство? Какое вы бы... Ну, вот, что это такое? И мы зачитаем из святого Зоара одну из... Вот, что это такое? Что Зоар говорит, что это такое искусство? Дам вам точный источник. Это находится в предисловии к Берешит, страница Кафалев 21, вторая сторона страницы. И в принципе он говорит, Зоар говорит то, что искусство — это проявление, это возможность проявления потенциала. Из... На иврите это называется мя-коах-э-ла-фуаль. То есть из потенциала в реальность. Открою скобки. Он говорит то, что в принципе сфера Бина является как будто бы оман. Это... Ну, нет, это не человек искусства, иврит — чуть-чуть другой язык. Это оман сферы хохма. Почему? Потому что он, эта Бина, она проявляет желание хохма. И также последующие сферот до мальхут. То есть мальхут проявляет желание сферы, которая находится выше ее. Это так. В скобках для людей, которым интересуются и которые более знают эти термины, но мы находимся с ногами на земле. Так что это такое искусство, и вот в широком смысле этого слова это проявление потенциала. То есть у нас есть душа. И вопрос, как проявить вот этот потенциал в жизнь или эти душевные силы, скажем так. Как проявить наше желание, настоящее желание в мир. И так, как пишет нам святая книга Зоар, вот это и является актом искусства. Но мы можем спросить, мы можем сказать, что мы не художники, мы не писатели. Знаете, каждый занимается своей профессией. что это такое вообще искусство и как мы можем с помощью искусства проявить то, что у нас уже есть внутри. Может быть, знаете, мы же пробуем эти лекции, стараемся как-то донести информацию. и если вы захотите, вы можете остановить эту лекцию и подумать хотя бы несколько минут, как мы можем проявлять это искусство в нашей жизни. А сейчас я вам дам ответ или один из ответов. Что это такое искусство жизни? То есть искусство обновления, это искусство проявления этого потенциала в... То есть искусство... Как мы можем взять этот потенциал, который у нас внутри уже находится и проявить ее в жизнь. Так вот, один из мудрецов, который, может, которого вы слышали, Рабин Ахман из Бреслева, он говорил то, что самое базовое искусство у человека является речь. Ну, это такое интересное заявление. Но если вы подумаете, что это такое, что такое речь, у нас находятся какие-то мысли в голове. И они часто не очень четкие. Но когда мы выбираем слова и соединяя их с тем, что находится у нас внутри, вот это и есть самая базовая форма искусства, о которой говорит Рабина. И, конечно же, вот таким искусством точно мы можем пользоваться. Хочу вам сказать, то, что, ну, вот я записываю этот урок и Порошат Шаву Абу. Да, и почему-то как-то я на этой неделе открыл книжку, которая называется Бат Айн, человека, который приехал из Европы в Цфат. Интересная история. Он великий человек был. Похоронен в Цфате. У него книжка есть Бат Айн. Бат Айн в переводе с иврита это вот эта вот черная точечка, которая находится в глазе. В Порошат Шаву Абу он пишет такую вещь интересную. Он пишет такое, что это такое Ган-Эден. Ган-Эден это рай на иврите. Это состоит из двух слов. Ган это сад и Эден это сад Эдема. И что он говорит? Он говорит то, что интерпретирует это так, то, что Эден это мысли, а Ган это речь. А есть еще река, которая выходит из Эдема. Он говорит то, что это голос. То есть с помощью того, что мы берем мысль и высокую мысль духовную, которая соединена с высоким высшим источником и с помощью голоса превращаем ее в разговор, мы можем проявить так, ну, создать себе может быть рай на этой земле. Как мы знаем, говорится тоже в наших источниках, что жизнь и смерть, она в руках нашего языка, в руках речи. Вы можете, ну, не будем давать слишком много примеров этому, так как это уже, я думаю, понятно, эти примеры. Так что речь является базовым как бы искусством нашей жизни. А если мы говорим о том, то, что речь, она связана, конечно, с мыслью, не какая-то болтовня. Вот такая речь, она может, ее проявление может создавать, конечно же, другую реальность и с разговором с людьми и так далее. Так как это вступление, мы не будем слишком много насчет этого говорить, но мы даем какие-то, скажем так, капли знания, о которых мы больше будем говорить дальше. Вот. Еще хочется сказать такую вещь, то, что нам кажется, то, что мысль превращается в речь, но есть и обратный процесс. Что влияет на мысль? На мысль влияет сама речь тоже. То есть человек, который говорит слова хорошие и его ухо это слышит, это обратно влияет на наши же мысль. Это может быть ну как бы с одной стороны понятно, с другой стороны это не очень интуитивно, но наша же речь, она создает нам мысль. если вы знаете креат шма это известный вопрос в гмаре, в масахат брахот, если я не ошибаюсь, в начале, если я не ошибаюсь, где-то там в тринадцатом, пятнадцатом листе, там говорится, спрашивается кто говорит креат шма и сам не слышал это, считается ли это митсва или нет, но это большой вопрос, и в принципе когда мы учим Тору, если мы это не произносим, это тоже большой вопрос, считается ли это как то, что мы учим, если вы посмотрите на это глубже, то поймем, что это такое учиться, учиться это как бы заряжать свои мысли, мы заряжаем свои мысли с помощью разговора, учим ли мы Тору или говорим как-то, из-за этого очень важно внимательно относиться к речи, вот, и конечно же живая речь, радостная речь проявляет великие душевные и духовные силы, является первичным проявлением искусства, приводит человека к успеху и к расцветке, так что насчет этого надо очень-очень серьезно задуматься и такое веселая история, это такое, когда мы были дети, у нас была такая, не помню в какой сказке это, но вот Абра-кадабра, да, такое заклинание Абра-кадабра, на арамейском это Эвра, это я создам ке-эдабра, что, что я буду говорить, то есть это такое интересное, оказывается, это тоже произошло из иврита, если человек, конечно же, говорит позитивные вещи, он такой же мир создает, конечно, у каждого человека есть разный потенциал и разная сила у него слов, и насчет этого тоже стоит задуматься. Следующая история, это такая, находимся ли мы в мире статичном, или мы находимся в мире, который мы можем изменять, потому что если мы не верим, что мы можем в корне изменять все ситуации, в которых мы находимся, ну, значит, зачем вообще нам стараться, то есть есть изменения внутренней реальности, что мы по-другому смотрим просто на то, что уже есть, а есть то, что мы в корне меняем вообще, что происходит. И, конечно, есть оба этих аспекта в жизни, но по факту наши мудрецы говорят, что мы обязаны верить в то, что мы можем своими мыслями, разговором, поступками в корне изменить ситуацию и на уровне восприятия, и на уровне фактического проявления духовной реальности в этом мире, скажем так. И вопрос следующий, как мы это делаем? Это очень, конечно, широкий вопрос. еще раз, так как это вступление, мы даем какие-то зерна информации, но, как видно, надо этот разговор, эту речь соединить с верой Всевышнего. тогда она работает. Потому что если мы соединены с тем, кто сотворил этот мир, и мы верим в то, что мы говорим, верим в то, что это правильно, то, что это поторе, тогда, конечно, у нашего разговора есть совершенно другие силы. Одна из практических историй это вот в Хоседуте Бреслева они делают это то есть они разговаривают фактически или мы все евреи, потому что это не относится этой технике, не относится к какому-то отдельному направлению Хоседута, а это было всегда, потому что это часть молитвы, разговор со Всевышним. То есть если мы посмотрим на это чуть-чуть глубже, вопрос, что это такое человек? Человек это Адам на иврите. Есть у нас разные виды в этом мире. Есть неодушевленные предметы, как этот карандаш, есть растительные, между ними есть средняя ступень, это кораллы. Между растительным и животным есть тоже средняя ступень. Говорится в море о каких-то существах, которые были через пупок, одна осаде это называется, через пупок связанной с землей, они могли ходить, это как были наполовину животные, наполовину растения, они могли ходить, но они связаны были с одним весом на земле. Есть что-то между животным и человеком, это обезьяны, что такое человек между животным и тем, кто может разговаривать, это обезьяна или попугай, и потом есть человек, человек это тот, кто может разговаривать, да, а что это такое тот, кто может разговаривать, там тоже есть тонкости, конечно, насчет этого, все ли люди разговаривают или есть которые болтают, но если мы возьмем на иврите и заполним буквы Адам, то есть Алиф Далет Мем и Алиф мы пишем Алиф Ламет Пей, да, мы наполняем эти буквы, да, Далет и Мем и прочитаем весь этот наполнение этих букв, мы увидим слово Мит Палель, то есть молится, кто есть настоящий человек, тот, кто молится, что это такое молитва, молитва это речь, которая связана с верой и направлена в каком-то направлении, да, вот несколько мыслей тоже об что мы затронем в этом курсе, еще раз, это курс, который попытается соединить наши внутренние силы, наш внутренний потенциал, который дал нам данные уже у нас творцу, мы попытаемся научиться проявлять их все лучше и лучше в этом мире на благо себе, нашим окружающим, благо Всевышнего, восковалять Его имя и радоваться, конечно же, жизни. Всего самого наилучшего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok